Всем тыс, меня зовут Виктор Снегирин У нас что? Правильно, новости, которые нужно обсудить И вот я вам прошу рассказать, что же происходит странненького в России и в мире Так что давайте просто послушаем и вперед без лишних слов Западные СМИ обвиняют Россию в занижении смертности от COVID-19 Вот хватит судить по России по нашему автопрому Ну да, машины у нас занижают, но типа мы можем лучше Ну просто не хотим, ладно, теперь к новости В Нью-Йорк Таймс вышла статья, да, правильно, про нас написала Нью-Йорк Таймс Вот мы где, мы Россия вперед, вот так вот У меня такое ощущение было, чувство, когда про меня написал Космополитен И точно так же они у меня ничего не спросили, поэтому в Космополитен написали, что я дальтоник А я вообще-то русский и натурал То, что у меня волосы синего цвета, не значит, что я дальтоник Нужно узнавать информацию перед тем, как что-то писать Вот так я вам скажу Так вот, Нью-Йорк Таймс провели расследование, где указали то, что 80% смертей от коронавируса в России не заносится в статистику Вот Они там отмечают, что у нас, видите ли, подозрительно маленький процент смертей А то, что у нас президент 20 лет один и тот же, это не подозрительно, да Ну это типа нормально, вот сейчас докопаемся до коронавируса Смотрите, соотношение такое В Штатах показатели 6, у нас что-то около одного И это процент смертности, да Но и совпадение ли это, что это количество президентских сроков с 2000 года Смотрите В Штатах С 2000 года два срока Джорджа Буша Два с... младшего Младшего История, это важно Младший Джордж Буш Два срока Барака Обамы Сейчас срок Трампа И, собственно, следующий срок тоже Трампа Это 6 сроков И в России у нас, ну, что-то около одного Да, плюс-минус В России смертность от коронавируса менее одного процента И все сразу решили, что это какой-то заговор Что-то мы там мутим воду А почему никто не подумал, что, ну, может быть, мы просто молодцы Ну, может быть, мы классные люди И у нас просто хорошо получается не умирать Может быть, мы все хорошо сидим на самой... Ладно, ладно, здесь я уже погнал Вообще, на самом деле, все проще простого И расследование можно было не проводить Нью-Йорк Таймс, извините Мы тут все решили сами Вот Из-за инструкций Минздрава На смерти, которые наступили у больного коронавируса Не в результате коронавируса, а, допустим, другой болезни Они не вносятся в реестр То есть, если у тебя был коронавирус И тебя сбил КАМАЗ То он напишет, что ты умер от КАМАЗа Это логично, вот И навряд ли Нью-Йорк Таймс нашли такую статистику Что в России с марта пандемия смертей от КАМАЗов Ну, вот И знаете, как не умирать от того, чтобы попадать в КАМАЗ В КАМАЗ тоже не попадайте Под КАМАЗ Ну, нужно просто сидеть дома Но маску можно не носить Коронавирус, ну, реально опасен От него мрут люди Красноярцев без защитных масок Будут высаживать из автобусов А высадка пассажиров может производиться Только на остановках общественного транспорта Это написано в автобусе Так что, если вам нужно проехать всего одну остановку Держите лайфхак Ну, вот Если, в принципе, у вас времени много То можно проехать весь маршрут Но учтите, что ваш путь от ЛАДО до ЛАЗО С нынешним расписанием автобусов Будет составлять примерно часов так и так 90 А так, в принципе, ну, зато бесплатно Выгода? Выгода С 18 мая все-таки придется в автобусе ездить в масках Но в новости сказано, что за этим будет сидеть кондуктор Вот А, ну, зная, как они следят за тем, что ты платишь за проезд То можно, в принципе, сильно-то не переживать Вот Просто у всех же такое было, что вы протягиваете карту А кондуктор вам говорит Убери, потому что игра 3 в ряд очень интересная Всем советую 3 в ряд Это наше будущее В автобусах расклеят вот такие вот наклейки Чтобы вы не забывали, что нужно надевать маску Вот Судя по наклейке, их срисовывали с меня Посмотрите, один в один Вот Для дальтоников просто объясню Они красные Вот И они И наклейки Неважно, все красное Вот У нас в самоизоляции ничего не понятно Все такое, как железное Вот такое Вот И автобусы теперь туда же Потому что, смотрите Как выгнать меня из автобуса, не нарушая социальную дистанцию в полтора метра Как? Из-за маски угроз сильно не слышно Плюнуть тоже не получится Нужен дрын Вот И Наша реальность такова, что Скорее всего, администрация Потребуют на закупку дрынов Шесть миллиардов триллионов рублей Вот Выдадут ветки всем И все Реформа проведена Вот Возможно, так будет Поэтому Надеюсь Не будет так Вообще Нашение масок убивает Огромное количество Каких-то Вещей Принятых в обществе Да Мне кажется Вот ограбление банка в маске Потеряло свой былой шарм из-за этого Что раньше ты заскакиваешь в маске Кричишь Не вы Не я Нет Просто Грабители Плохие грабители Вот Они заскакивают и кричат Это ограбление А теперь кассир должен у тебя спрашивать Типа Ой, извините Вы в маске Это ограбление А ты такой думаешь Я же вроде пришел заплатить за что-то А может и ограбление Вот так и отвечаешь Говорит Ваш процент по ипотеке Вот это вот ограбление Так тебе банк Понятно И знаете Напоследок вам так скажу Еще один лайфхак Вот Если все в масках То все очень похожи А если все очень похожи Очень сложно запомнить Кто уже заплатил за проезд Так что Пользуйтесь А мы идем Дальше Красноярец помог задержать Пьяного водителя Его пассажиры почти полностью Высунулись из окон автомобиля Опять же К вопросу о желе самоизоляции А как соблюдать дистанцию Если вы едете в машине Все машины должны выглядеть Именно так Вот если вы видите Не такую машину Стыдите их Стыдите Шейм Он Машина Вот Английский на Снигер Ньюс Ньюс это новость Если корока То водитель был пьян Но вылазили из машины Пассажиры Вот Значит водитель был Не сильно Такий пьян Потому что Ну Прикольно если водитель Вылазил из окна тоже Потому что тусовка какая-то Он что один Там как дурак что ли И пассажиры были Не сильно пьяны Они не скандировали Россия А это является Самой высокой степенью Укогольного опьянения Тут нужно разобраться Возможно Возможно Просто они увидели Автобус в соседней полосе Который ждали Уже где-то на остановке Примерно год Вот И захотели в него Все логично Но все-таки Давайте посмотрим Что там такое Вообще Я начал думать Какие причины Есть у пассажиров Покинуть транспортное средство На ходу Что такого Должно произойти Когда водитель Начинает речь Такой Ой А смотрели обращение Путина Все-таки Да нет Перестань Пожалуйста Не надо Я вообще Я обращение Путина Ну У меня с ними Как с сериалом Вот Они вот Весь сезон выйдет Я все залпом посмотрю Чтоб типа Без спойлеров каких-нибудь Поэтому Не знаю Что там у нас У нас хорошо же все Да Ну Слава богу У нас все хорошо А мы Мы кто Мне кажется Мы стали вообще Забывать о том Что Ну Помимо коронавируса Есть и другие смерти Да Потому что Явно был такой диалог Типа Ты что в окно полез Ну Нормально Я в маске Нет Можно умереть От других вещей Просто Смотрите Получается Вот в чем дело О происшествии Сообщил красноярец То есть Он спас людей От пьяного водителя Собственно Он теперь герой Ну То есть Его можно приравнять К врачам Ну Что не только От коронавируса Умирать Ну Если высовываться В окно в маске Это небезопасно Ну Очевидно Это то же самое Что если электрик Пойдет С мокрыми руками Дергать провода И он такой Типа Ты куда Он такой Ребята Я 20 секунд их помыл Все нормально Я в безопасности Нет Другие смерти Никто не отменял Так что Сидите дома И не убивайтесь Пожалуйста Как оказалось Водитель был Не только без маски Но и без прав Ну Вот Я подумал А вдруг Он сильно поверил В то что Конец света Уже наступил Ну Объективно Ну Можно же поверить Да Смотрите Все закрыто в городе Людей на улицах Почти нет В идеале Вот Ничего не работает Все ужасно По новостям Меня показывают Ну Все плохо в стране Он такой Во Самое время научиться водить И просто хряпнул Для бахности Для храбрости Хряпнул немного Кто так не делал Никто так не делал Потому что мы хорошие Вот А он Ну Очевидно Не самый лучший Такие случаи Показывают О том Что нам будет Максимально тяжело Выходить из режима Самоизоляции Потому что мы уже Привыкли к этому Постапокалиптическому Дикому миру Где можно Все Вот Но Самоизоляция Когда-нибудь Закончится Когда Когда закончится Тогда и закончится Всего доброго Вот такая вот Неделька Выдылась у нас И Ну Хорошо что она уже позади Ждем Следующую неделю Посмотрим что на ней Произойдет Надеюсь что-нибудь хорошее А вы были прекрасной Публикой До новых встреч Пойду домой Там буду оставаться До свидания